В прямом эфире программа Доброй Раницы Беларуси, в студии Ольга Рыжикова и Тео. И, кстати, друзья, как мы говорили ранее, у каждого из телеведущих нашей программы появился свой собственный блог. И вот сейчас самое время представить вам авторский блог Ольги Рыжиковой, который называется «Успеть до 30». Что же нужно успеть до 30, вам Ольга и расскажет. И снова говорю вам, доброе утро, дорогие телезрители. Да, действительно, я выбрала вот такую тему для своего авторского блога «Успеть до 30». Мой блог будет актуален, ну, как минимум, для меня до апреля месяца. Именно в апреле мне стукнет вот эта цифра. И сегодня я решила, конечно же, как истинная девушка, я решила поговорить о том, что каждой из нас хотелось бы до 30 попытаться найти свою настоящую любовь. Потому что любовь творит чудеса. Вы знаете, вот мой один из любимых классиков Сергей Александрович Есенин как-то сказал, что любовь – это купание. Если купаешься в любви, то нужно нырять головой. Если ходишь по берегу, то тебя можешь только обрызгать, и ты будешь мерзнуть и злиться. Так что если любите, любите всем сердцем и ищите, несмотря ни на что. Ведь любим мы, начиная с самого детства, любим родителей, любим друзей. Кто-то любит первоучительницу, и пускай вот эта вот любовь, она потом перерастает в самое настоящее большое чувство. И, как я прочитала, во многом мы не можем по-настоящему полюбить, потому что любим только себя любимых. Так вот, прекращайте, это все ерунда. Нужно любить другого человека и дарить ему себя. Но есть любовь, в которую я абсолютно не верю. Я вам готова продемонстрировать. Я подобрала несколько фотографий. Вот как раз то есть, что касается этой любви. Покажите, пожалуйста. Это, по-моему, у нас сеньор Кавалли. Дебров, да, красавец с красавицей. Дай бог, конечно, что такая любовь тоже существует. Товарищ Градский с молодой спутницей. Но, понимаете, вот как мне кажется, конечно же, вот, наверное, все-таки любовь, она должна быть по возрасту. Я не верю в любовь с огромной разницей. В возрасте хотя бывают всякие исключения. Друзья, но бывает, кстати, всякое. Вот такая любовь тоже существует. В такую любовь я больше верю. Что рост, цвет кожи, волос, наверное, страна рождения никаким образом, на мой взгляд, не влияет на истинное чувство, которое может возникнуть у человека. Вот. Так что вот, если вы верите по-настоящему в любовь, влюбляетесь. Если вы влюбились, как мне кажется, любовь всегда очень плотно, ну, как минимум для девушки, особенно до 30, граничит со словом ЗАГС. Если вы нашли свою любовь, тогда ведите ее срочно в ЗАГС. Если вы не знаете, любовь ли это ваша, задайте себе... Вот у меня есть два проверочных вопроса. Первый вопрос. Хочу ли я за него замуж? Если вы говорите, да, замечательно, задавайте себе второй контрольный вопрос. Хочу ли я с этим человеком совместных детей? Если да, тогда вот бегите срочно, несмотря ни на что. Если нет, бросайте это дело и ищите новую любовь, и даже не останавливайтесь на каких-то промежуточных вариантах. Я вам готова показать фотографии, которые меня очень впечатляют. Бывает такое, бывает по-настоящему, бывает на всю жизнь вот эти вот трогательные кадры. Друзья, когда смотришь на такое, веришь по-настоящему в любовь, веришь в то, что мужчина всегда может помочь своей женщине. И женщину... Многие мужчины не могут понять, ее не нужно понимать, ее нужно просто любить. Дорогие друзья, любите друг друга, ищите свою любовь. И неважно, если вы не нашли ее до 30, найдете позже, но не соглашайтесь на меньшее. А если нашли, то, пожалуйста, музыку в студию. Делайте вот так. Друзья, если можно погромче. И танцуйте, и говорите. Спасибо тебе, моя любовь. О, наконец-то! Я понял из этого блога, что два теста от Рыжиковой я прошел. И слава богу, друзья, это был авторский блог Ольги Рыжиковой «Успеть до 30». Действительно, со многим соглашусь, но все-таки любви и все возрасты покорны, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok